Всем привет! Сегодня мега расслабленный день. Во-первых, я выспался. Сегодня проснулся в 10 утра, во-первых. Во-вторых, я сегодня могу одеться абсолютно свободно, так как мне хочется. В футболке, в свитере, в кофте, в куртке какой-нибудь. Сегодня есть только приятные моменты. Это встречи по совсем важным и лучшим делам. Об этом буду рассказывать сегодня везде. Машина сегодня стояла на улице, поэтому в машине холодно. Утро сегодня началось с интересного и очень активного звонка от Джона Шоула, который находится в бизнес-зале Амстердама и летит из Америки в Грецию, где у него будут проходить мероприятия. Так вот, мы с ним поболтали несколько минут. Я попросил сделать короткое видео о том, что он думает о сервисе в России, вообще о бизнесе в России, так что смотрим. Еще из важных успешных дел это то, что я договорился с Викторией Петровой, что именно в эту среду, 29 ноября, мы с ней вместе встретимся в день ее день рождения, кстати, в студии Радио Медиаметрикс. Поговорим об ее последних впечатлениях из американского турне, посвященного исследованиям эффективности управления США. Итак, 29 ноября, 9 утра Москвы, Виктория Петрова в студии Радио Медиаметрикс. 29 ноября, мой день рождения, но, извиняюсь, это не было специально спланировано, просто так получилось. Мы с Романом Гусенко на Радио Медиаметрикс будем обсуждать проблемы мотивации и расскажем о том, как, собственно, это происходит в американских компаниях. У меня очень свежие инсайты. Я только что проехала по Силиконовой Долине и была в Лас-Легасе в некоторых компаниях, таких как Google, Amazon, Zapos, Patagonia и другие. У меня много свежих инсайтов. Как работают с людьми, как организовывают труды и мотивируют их на подвиги в Америке, и что в этой же сфере делается у нас. Постараемся развеять самые долгоиграющие и персистирующие в нашем обществе мифы. Присоединяйтесь. Смотрите, какая красивая Павелецкая площадь. Это часть офисного здания, немного с другой стороны, со стороны Павелецкого вокзала. Я люблю смотреть Москву с разных сторон. Надеюсь, вам она тоже нравится. Сегодня еще и занесло Sky Young. Пока тут ждем своего человека, вижу, как снимают интервью генеральным директором Sky Young. За чашечкой кофе. Я ему рассказал, что хочу у него работать и спросить. Сейчас днем встречаться с ребятами из Sky Young. Смотрите, какая клевая переговорочка тут такая. С милыми... С милыми, да, привет. С милыми пуфиками. Вот слово зовут Sky Young. Друзья, вот невероятная удача еще. И с Александром Лариновским нам удалось поговорить. Привет. И я надеюсь, мы с Sky Young будем делать много интересных проектов. Саш, два слова. Почему Sky Young и в чем основная такая коренная идея? Почему это произошло? Откуда он взялся? Ну, на самом деле, потому что есть огромнейший рынок, на котором нет стандартной услуги. Вот той, которая может... Что такое стандартная услуга? Это просто и удобно, быстро. Нет, это когда предсказуемо и понятно. Да. Вот там 200 лет назад люди не знали, сколько времени займет дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Один вот книжку написал. Доедет ли колесо или не доедет? Да, вообще, что-нибудь будет. А сейчас там все знают, да, никто не садился самолетом. Типа, а когда долетим, а сколько денег будет стоить? Ну, то есть все заранее известно. Когда-то в путешествиях никто не думал, что можно будет предсказывать до минуты с точностью перемещения на тысячу километров. Сейчас это прошло, никого не удивляет. 50 лет назад это еще было совсем удивительно. С образованием та же самая история. Никто не знает, сколько времени нужно потратить и денег, чтобы выучить, не знаю, китайские графики. Мы сейчас можем сказать. Нет, мы к этому идем. Но мы каждый день все время идем к тому, чтобы человек точно понимал, сколько времени и денег ему нужно, чтобы достичь своей цели. Какого-то определенного уровня. И своей точки А в свою точку Б достичь. И это та мечта, ради которой мы здесь все делаем. Ты живешь этой жизнью? То есть это прямо с утра до вечера только это? Или есть еще что-то для души, что остается помимо работы? Нет. На работе, конечно, любой из нас проводит больше времени, чем где-нибудь еще. Ну, бодрство, по крайней мере. Вот. Но жить только одной работой, это все-таки достаточно скучная история. Вот. Какой бы ни была работа. Потому что, ну, то есть если ты не умеешь переключаться, то ты все время находишься в таком монотонном режиме. Поэтому обязательно должны быть какие-то изменения, потому что чем больше тебя болтает по жизни, тем более насыщенная твоя жизнь. И всегда ты приносишь из лички что-то на работу, из работы что-то в личку, это всегда обогащает. Супер. Sky France, Sky Chin, Sky Deutsch. Не-не-не. Любой другой язык в 10 раз меньше, чем английский. Поэтому... Только, наверное, исключительно. Sky, не знаю, там, Аналитика, Sky Danne, Sky Robotics и еще что-нибудь. О, а, вот Sky Robotics. То есть можно много чему можно учить. Языки, ну, английский понятно, а все остальное так себе. Спасибо тебе большое. И увидимся на радио. Спасибо. Надеюсь, да, и на нашем, да. Пока. До встречи. Друзья, пока гулял в SkyEngine, нашел еще интересную какую-то дверь. Тут написано слово ГОЛОД. Что это? Пока не знаю, но краски Холли и вообще что-то такое ГОЛОД. Сейчас я здесь прошу. Друзья, с ГОЛОДом все закончилось, зато появились какие-то картонные головы. И вот смотрите, какая интересная штука. Никогда бы не знал, что такую можно сделать самому. Ладно, очень крутой. Ага. Где я смотрю? А, вот этот? С ручками? Да. Вау. О, а что за конструкторы? Трактора? Расскажи про конструкторы. О, смотрите, как мы удачно зашли. Да, у нас удачно. В общем, в нашем небольшой кармаке много-то оттестировались. Вот мы оттестировались. Это вот такие, получается, трактора, да? Да. Они едут, собираются без клея. Вот, приводятся в движение, соответственно, два воды. Здесь есть фильтральная скорость, есть передняя скорость и задняя. Сколько стоит такой трактор? Очень красивый. Стоит на полках и в петлице. Угу. И лев. Так, кого будем брать? Льва? Слон бело-синий. Слон бело. Давайте слона. Слон бело. Но сложнее, по-моему, сбивные, да? Сложнее, да. Проще всего единорога и пантеру. Все, давайте единорога. Ну что, вот я стал счастливым обладателем, кого бы всегда, единорога. И Роман, основатель этой компании, да. Всем привет. Всем привет. И поздравляю с наступающим Новым Гором. Всех поздравляем, ребята. Да. Клейте свои фигурки, создавайте радость и настроение. Ну что, день подходит к концу. Время практически 21 час. При всем при том, что это должен быть легкий был день, и в котором я хотел отдохнуть. В принципе, так все и произошло. Только он оказался невероятно насыщенным и очень интересным. Ну, первое, конечно, это утро, когда позвонил Джон Шолл, и мы с ним очень мило поболтали. Второе, это Виктория Петрова, с которой мы провели несколько минут в разговоре, а потом обсуждая заставку и тему нашего эфира в среду. А потом появились встречи. И самое удивительное, причем я даже не планировал, я сегодня познакомился с основателем Skyeng. Александр оказался невероятно интересным человеком. Открытым, быстрым, доступным и невероятно влюбленным в свою работу. Следующая интересная встреча была, конечно, причем абсолютно случайная. Когда я шел мимо Skyeng и увидел вдруг интересное название компании «Голод». «Голод», компания «Голод». Зайдя, я познакомился с Романом, основателем этой компании, который рассказал мне то, что они делают. И вы видели это сегодня в нашем дневнике. Что же всех их объединяет? Объединяет их, мне кажется, знаете, очень веселая шутка, которую я вам сейчас расскажу. Когда люди создают, пытаются создавать бизнес, они говорят о том, что я придумаю бизнес для того, потому что я не хочу ходить на работу. И получается так, что я не хочу ходить на работу и хочу пойти в понедельник в кино. Только вот самое прикольное получается в том, что так ни разу в понедельник в кино они не сходили, потому что бизнес – это действительно серьезно, это постоянная работа, постоянная работа над самим собой. И здесь есть одно «но». Вот об этом «но» я бы хотел сейчас сказать. Когда мы создаем бизнесы, когда мы переходим из процесса творчества, из процесса создания креативной идеи в то, что мы становимся функционерами и менеджерами, есть очень большая опасность и очень большая вероятность того, потерять то самое главное, то самое интересное, что драйвило нас, что приносило нам фантастическое удовольствие, когда мы начали обсуждать этот бизнес, когда мы стали придумывать самые первые наши возможности, которые дали нам вот эти открытия создания бизнесов. А когда мы превращаемся в функционеров, есть опасность потерять вот это самое тонкое состояние, которое по большому счету является идеей самой главной, которая дает сердцу радость, наполняет сердце любовью и дает смысл жизни. Потеря этого счастья и есть самая большая опасность. Бизнес – это драйв, это удовольствие, это создание постоянно чего-то нового, это придумывание вещей, которых не было, это чуйка там, где есть деньги, но в то же время это и чувство самого себя, это любовь к тому внутреннему состоянию, которое привело вас в этот бизнес. Не забывайте об этом и хорошего вечера и прекрасной ночи. Соответственно, увидимся завтра. Пока.